Привет всем! Вы на канале Просто Детки и у нас продолжение обзора игры Homescapes Дворецкий. Так, я опять первый день в игре. Как не зайду, всегда первый. И у нас что, у нас нужно 3 звездочку заработать для того, чтобы повесить навесные шкафы. Давайте это сделаем. Так, 32 вишни, ага. Итак, смотрите, у нас... Эй, бомбочка, бомбочка, ты куда? Я только обрадовался, что у нас вначале бомбочка, и вот такой облом тут попался. Получился, точнее. Так, можно сделать здесь бонус. Ух ты! Смотрите, как неплохо получается все. Хотя... Вот так можно сделать, да? Снять желе с этих вишенок. Дальше, дальше, дальше. Так вот. Ну, дайте мне какой-то другой бустер. Зачем мне одинаковый бустер, скажите? Разве что попробовать мультишар сделать? А ну-ка. Ай, не получилось. Зря потратил ход. Ну, зато можно использовать вот так вот, да? Смотрите, самолетик полетит и жилетом снимет. В общем, нормально. И, наверное, вот так вот. Так, в двойной самолетик, пожалуйста, полетите не сюда, не в центр. Молодец. То, что я хотел. Так, и вот здесь сейчас. О, отлично. Все. Все вишенки я взял, еще 16 ходов осталось на вторую карту. Так, вторая карта. Ой-ой-ой. Я думал, мультишар уже появится, но нет. Не получилось. К сожалению. Так вот. О, то, что я хотел. Я хотел бомбочку. А еще я много чего хотел. Ладно, взорву сейчас бомбу. Нет, подождите, блин. Тут можно было сделать мультишар, но не получится. Поэтому просто взорву бомбу. Так, самолетик, ты полетишь куда-то в другое место. Я знаю, ты мне поможешь. И у меня 9 ходов и 7 вишенок. Ну что, делать бомбу не делать? Эх, она слишком высока. Ладно. Как же быть? Мне нужно вот там что-то сделать. О, я тоже тут бомбу сделаю. Отлично. И она меня сейчас просто спасет. Смотрите. 4 вишенки осталось. Еще одна бомба. Обалдеть. Еще одна бомба. Класс. Ладно. Еще начинается бомба. Одна. Ух ты. Еще бомба. Короче, карта эта из бомб состоит, да? Можно сделать, в принципе, вот так вот. И все. Уровень еще бомба. Все. Порядок. Отлично. Так, можно наконец-то вот получить наши навесные шкафы. Давайте глянем, какие они будут красивые. Если будут. О, он такой маленький. А я думал, большой будет. Так, он такой цвет вообще не в тему. Вот такой, в принципе, прикольно. Вот у нас с той стороны вот мы уже вешали такого же типа, да? Поэтому ставим такие же. Прям аж блестит, как новенькие, да? Потому что он так новенький. Какие тяжелые шкафы. Я весь вспотел. Не знаю, как там выглядит кухня на шоу, но наша мне уже начинает нравиться, а вам? Надеюсь, мама тоже обрадуется новым шкафчиком. О, сразу пришли посмотреть. Ох, что стало с кухней? Вы переклеили обои красивые и шкафчик для тарелок прямо как у Ральфа Рея. Красивая кухня поднимает настроение, а без хорошего строения даже пирог не испечь. Думаешь, пирог сгорел из-за моего плохого строения? Из-за старой плиты. А ты готовишь лучше всех, что бы там ни говорила миссис Брум. О да, Стефани умеет испортить настроение. Что ни день, то новый скандал. Ничего, вот увидит новую кухню, обзавидуется. Дорогая, ты же знаешь, что не стоит воспринимать слова Стефани всерьез. Уверен, завтра утром ты уже обо всем забудешь. Итак, что? Ох, у нас уже новый день. Быстро. Увидели, сколько процентов прошло буквально сразу, да? Было там 80 или сколько-то. Ну, день окончен. И у нас теперь новая задача. Начать новый день. Давайте попробуем. Блин, опять это пена. Это моя самая нелюбимая субстанция в этой игре. Не знаю, почему я ее так не люблю. Честно. Так, давайте вот так вот сделаем, чтобы она не распространялась. А, можно, можно вот так вот еще раз. Ой ты, хорошо как. И можно сделать бомбу. Слушайте, бомба это класс. Смотрите. Давайте вот так вот. Обалдеть. Обалдеть, как классно получилось. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Ну что, сделать сразу еще одну бомбу, раз так подфартилась с ней, да? И теперь нужно куда-то ее пониже там запихнуть. Только как это сделать, я не знаю. Ладно, пока миссия вот так сделаю. Блин. Начинает она мне не нравится, эта пена. О, во-во-во, два самолетика. Так. Где что? Наверное, все-таки я самолетики использую. Вот, отлично. Ух ты, вы видели, мультишар. И вот его можно использовать сюда. Обалдеть. Я так понял, что можно было сделать с ракетами его. Почему-то я поспешил. Не знаю, почему. Наверное, в принципе, потому что у меня запас ходов пока миссия есть. Так, вот там все пену я разбил. И теперь можно сделать здесь вот двойной бустер. Вот такой вот. И осталось мне всего лишь... Сколько там пены собрать? Да это уже не важно, потому что у меня есть бомба. Это раз. Вот она. И куча самолетиков. Ну, не куча, но два. Это два. То есть я вот самолетиком пену в последнюю разбиваю. И все. Левел овер. То есть уровень пройден. Я потратил здесь пару ходов, как бы пару жизней на этот уровень. И близко не получалось его пройти. Вот сейчас как-то повезло. Сначала с бомбами, потом с мультишаром. То есть, когда начинается везение, то остановить это прохождение уже нереально. Так, вот она звездочка. И начинаем новый день. Так, давайте. Так, получил сразу подарки за просмотр рекламы. Лишним не будет. Все-таки давайте начинать новый день. Только почему-то пишут, день первый завершен. Но вы понимаете, что это глюк. У нас уже не первый день. Хорошо, что нам удалось поднять настроение. Да? Просто детки. Да, Остин. Спокойной ночи тебе. Я еще пока спать не буду. Мне еще поработать немного нужно. Вот он выспался. Доброе утро. Вы не знаете, который сейчас час? А то, боюсь, я все проспал. А часа у тебя что нет, Остин? Кажется, вот-вот должна начаться кулинарная передача о Альфов Рея. Надо же хоть взглянуть, от кого без ума и моя мама и миссис Брум. Утро добрым не бывает, если птичку не покормить. Позор, печеньки. Ох, капитан Флинт. Я же еще вечером насыпал тебе целую миску крекеров. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. На попугая тратить целую звездочку. Вот это вы, конечно, выдали. Давайте, ладно. Животинку оставлять голодное не стоит. О, видите, все-таки может быть больше, чем 9 бустеров в запасе. Я ждал, ждал, не мог проверить. А сейчас у меня 10 самолетиков. Итак, знакомимся с этим уровнем. Хоть он и не помечен как очень сложный, но я вот на нем, скажем так, уже надолго застрял. Мне кажется, он безумно сложный. А всему виной вот эти вот печеньки, которые, как вы понимаете, мешают. Ну, всему, что можно мешать. То есть, они не пропускают ракеты, которых тут много. Ну, в общем, и все остальные неприятности, которые можно, они нам создают. Так. Мне главное добраться до какого-то ковра. Выходов сделал и ходов нет. Вообще, это просто замечательно. Ух ты, а здесь бы мне как-то мультишар сделать, вам не кажется? Нет, не кажется. Мультишар не получится сбоку. А так хотелось бы, ладно. Надеюсь, он мне еще сегодня попадется. О! Ха-ха-ха-ха! Я просто смотрел в... Ну, в общем, куда-то я смотрел, да? Так. И вот я сейчас сделаю мультишар. И у меня будет возможность рассыпать мультишары по карте. Интересно, стоит ли это делать сейчас? Или попробовать все-таки как-то на ковер? Наверное, на ковер не получится, поэтому я использую. Жалко, что у меня нет двойных самолетиков. Они бы мне очень помогли. Я думаю, и так, это хороший бонус к... К-к-к... К еще одному мультишару. Обалдеть. И смотрите, что у меня получается. Да все просто здорово получается, да? Только нужно все-таки как-то... М-м-м... Сделать ковер мне. А как мне его сделать? Даже не представляю себе. Жалко. Да, жалко ковра. Никак не получается. Ладно, буду сначала стараться все тут только разбить. О, так ковер сам расстрелился уже. Довольно-таки прекрасно. Главное теперь печеньки подобивать все. И уже потом спокойно расстилать ковры. Так, ну конечно, слишком много... Всего еще предстоит мне сделать. Не уверен, что для этого хватит мне... Ходов. Так вот, так. О, бомбочка, бомбочка, это супер. Где бы ее применить? Наверное, здесь, потому что еще одна появится. Ух ты! Вот это, конечно, круто. А, в какую сторону? Наверное, лучше в эту, да? Класс. Осталось одну печеньку выбить. И 18 ковра. И на это у меня есть 9 ходов. Ой-ой-ой. Так. Ладно. Делаю такой вот бустер. Ха. Наверное. И такой тоже сделаю. Пригодится. Так. 6 ходово, что-то я как-то... Не скажу, что в восторге от того, что у меня получается. Наверное, вот так вот здесь сделаю. Смотрите. Вот. Отлично. Получится 9... А, 4 хода, 9 ковров. Так. Мультишар. О, вот она, мультишар. И я его кину на зелененький. Он мне должен помочь. Давайте. Ну, давайте, давайте. Ага. 5 ковров. Что же делать? 5. 5 ковров. Где они находятся? А, они вот снизу все. Получится... Ой, один ход всего остался. Ничего себе. Почему так? Почему так мало? Это, конечно, удар ниже пояса. Я почему-то думал, что у меня будет 2 хода еще. Получается... Получается... Получается, мне не хватит одного хода, да? О! Вот она, вот она, вот она. Обалдеть, как это получилось. А, это ж ракета полетела и как раз сделала то, что мне нужно было. Супер. Слушайте, я уже приготовился тратить... 5 ходов лишние покупать. Тратить монетки. Но, вот, как бы... Я без траты монеток обошелся. Скажу честно, я здесь, наверное, уже раз 30, наверное, пробовал пройти этот уровень. Ну, как бы... Не получалось. Я уже отчаялся. Как бы, у меня просто запас уже... Сейв я записываю заранее, как бы... Уже был, поэтому я... Ну, несколько дней у меня было, чтобы пройти этот уровень. Вот, получилось, наконец-то. Давайте... Покормим попугая, наконец-то. А то он уже проголодался. Три дня я его не кормил. Он три дня назад меня попросил кушать. Ну, вот, капитан Флинк, теперь ты доволен? Трюм набит до отказа, сэр. Ай, Остин тоже смеется. Тогда поспешу в холл. Надеюсь, шоу еще не началось. А, вон, родители уже сидят. Как попугаи тоже, да? Доброе утро, Остин. Как жаль, что ты все пропустил. Посмотри, шоу уже заканчивается. А там был замечательный рецепт оладушков. Что ж, остается только пожелать отличного дня нашим милым хозяюшкам. И приятного аппетита их любимым семьям. Прикольно. И обещанный сюрприз. Скоро мы запустим новое шоу «Готовим дома», где съемки будут проходить прямо на кухнях наших очаровательных зрительниц. Принять участие может каждая хозяйка, а лучшая получит приз лично от меня. С вами был Ральф Рэй. Оревоар. В общем, нам предстоит пригласить его к нам, да? Помнишь, миссис Брум говорила, что будет участвовать в шоу? Мам, мне кажется, это знак. Ты в прямом эфире докажешь, что готовишь лучше всех. Если это и так, и знак, то на нем написано «Посторонним вход воспрещен». Сынок, ну подумай, какая из меня звезда телешоу? Выдающаяся, дорогая, выдающаяся. Вспомни, какой фурор произвели твои блюда на прошлом юбилее. Стефани позеленела от зависти. Хм, а ведь и правда. Что ж, мальчики, посидите тут минутку, а я скоро вернусь. Наготовила нам блинчиковый. Чего она там сделала? Мальчики, как я выгляжу? А, она переоделась. Я думаю, как будущая звезда шоу Ральфа Рэя. Мам, ты выглядишь с ног сшибательно, а кухня нет. Нужно хотя бы плиту поменять и раковину починить. Иначе где ты будешь готовить? Ясно, это задача для нас. И вот опять сложный уровень впереди. Что нам нужно? Починить раковину и заменить плиту. Ну, сегодня я еще в этом обзоре починю раковину, как раз две звездочки. А в следующем уже буду менять плиту. Итак, поехали. У нас еще ни в одном уровне не было восемь пончиков в задании. О чем-то это да говорит. Так, ну что ж, начнем сначала с бустеров, с таких вот, да? Получается, нужно переломать перегородки. О, пончик уже один выбил, класс. Кстати, можно и здесь перегородки переломать и второй пончик выбить, потому что это будет потом сделать сложно. Так, еще бустер. И еще перегородка переломана. Так, еще один бустер. Что-то мне пока местные бустеры как-то везет, да? Давайте я сделаю так вот. Мне ковер как-то еще где-то раздобыть. Ай. А, так, так, так. Самолетик, самолетик. Мне нужен ковер. Вот, снизу ковер можно сделать. Хоть немного. Так, давайте я здесь от перегородки переломаю. И что я еще могу сделать? Да, должны какие-то хорошие бустеры. Хотишь их взять? Ладно, расстелю пока месь ковер вот так вот. Эх, не то, ладно. Давайте я пончик здесь. Ай, блин, там ковер не расстелился. Так, бомбочка. Что-то с другой стороны, там вообще засада полная, да? С одной стороны все получается, с другой ничего. Так, а мне как-то здесь мультишар сделать? Интересно. Ладно, не получится мультишар. Во всяком случае не сейчас, да? То-то я смогу ковер расстелить на противоположную сторону. Ахаха, вот он мультишар. Вот я тебя ждал, красавчик мой. Смотрите, что я мог сделать. Я могу теперь сделать мультишар из самолетиков. И все они будут с коврами, да? Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Девятнадцать ходов, пятнадцать ковра. Я думаю, это реально. То-есть, я пока здесь, конечно, не хочу сглазить. А, смотрите, у меня пена не осталась, да? Теперь, по идее, пена не будет появляться, я так думаю. Ну и давайте я взорву вот это все дело. Осталось два ковра. Два пончика. Вон они, кстати, да? Мне что, как-то нужно их оттуда забрать. Блин. Чтобы мне их опустить, мне нужно перегородку убрать. О, может бомба я ее уберу. Блин, одну убрал, а вторую нет. Да что ж такое, а? Еще одна бомба, еще одна попытка, да? Во, убралась перегородка. Еще одна бомба. Давайте я ее отправлю на самолетики. Надеюсь, самолетик догадается, куда ему ехать. Да, смотрите, самолетик догадался. И я со второй попытки всего лишь прошел этот сложный уровень. С предыдущей, которая была не сложной, я потратил там попыток 30 не меньше. Кучу нервов. А здесь, как бы, вот, получил кучу удовольствия, в том плане, что получилось играть. Я даже с первого раза почти прошел этот уровень. А вот со второго раза, без бустеров, без всяких, видите. Мне вот в последние пару раз на сложные уровни везло. Ну, давайте, 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 быстрее. Так, и у нас юбилейный сотый уровень. Надеюсь, он будет не таким сложным. Итак, у нас тут шесть пончиков нужно опустить. Пока мне этот уровень нравится. Смотрите, во-первых, я могу тут сразу цепи убрать. Цепи, ох ты, класс. Можно сразу вот эту пену сверху убрать, чтобы она не мешала, да? Начало довольно-таки хорошее. Смотрите, как пена хорошо убирается. Обычно, когда хорошее начало, потом начинаются проблемы. Ух ты, ай, мультишар появился, обалдеть. Как же он получился? Ха-ха-ха, друзья. Просто класс, смотрите, что творится. Называется на блюдечке с голубой каемочкой. Мне теперь осталось просто чуть-чуть поднапрячься, чтобы пройти этот уровень, да? Мультишарме сами дали. Разработчики, скажем так, да? Я для его делания ничего не сделал. Тавтология. И смотрите, всю пену я победил. Осталось теперь только... Только пончики опустить и все. И вот классный бустер внизу. Первый кончик пошел. Так, еще одну бомбочку можно сделать, да? И убрать вот эти ящики. Второй кончик пошел. Ух ты, мультишар. Как мне везет сегодня на мультишары, а? Я понимаю, что это шары. Ха-ха. Так, так, так. Как же мне их объединить? Ладно, не буду ломать себе голову над этим. Наверное, все-таки синенькие взорву. Вот так вот. Их много. Есть такое дело. Осталось четыре пончика. На карте у меня пока... А, все четыре есть, да? Давайте я вот сделаю... А, вот еще мультишар. Почему? Молчите. А, ну-ка. Ух ты, вы это видели? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. 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 Пусть заиграть, когда так везет. Все. Один мультишар и уровень проведен еще куча запасов... Куча ходов в запасе. Уже договариваюсь о хатости. Ну, это самые... Такие... Веселые, классные последние пару уровней. Пока мы за все, наверное, обзоры, да? То есть... Неимоверное везение. В неимоверно сложных уровнях. Ну, предыдущий был очень сложный. Этот как бы не такой. Думаю, я бы его без мультишаров прошел. Ну, вот. Вторая звезда есть. Сейчас быстренько починим раковину. И будем готовиться к следующему обзору. К покупке. Там... Чего? Печки. И к чему-то еще интересному. Так. Вот она наша раковина. Кто? Папа чинить будет. А что, не мог бесплатно починить? Без звездочек. Сынок, ты занимаешься своими делами, а я раковиной займусь. Эх, давненько я не брал в руки гаечный ключ. Я бы сказал никогда в жизни. Папа, ты уверен, что справишься? О, все, я понял намек. Сейчас папа полезет, что-то там поломает. В итоге мы еще будем звездочки тратить, то, чтобы кого-то пригласить. А чего тут сложно? Вот кран, вот ключ. Соединяешь их вместе и готов результат. Посмотрите на мои предположения. Сейчас как брызнет. Смотрите. И наши обои, и наша мебель. Вот незадача. Кажется труба лопнула. И теперь наша кухня потихоньку превращается в аквапарк. Хорошо еще, что вода холодная, а то получилась бы сауна. Просто эти трубы совсем старые. Ничего, пап, не переживай. Сейчас перекроем воду и все починим. То есть вы поняли, как я и говорил. Сначала нужно теперь потратить звездочку, чтобы перекрыть воду. Потом починить там и так далее. В общем, дел очень много у нас. Ну, это уже все мы оставляем на следующий обзор. Сегодня юбилейный сотый уровень пройден. Надеюсь, вам понравилось. Если вы смотрите наши обзоры, они вам нравятся, то поддерживайте, пожалуйста, это видео своими лайками, комментариями. Не забывайте делиться с другими детками. А также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. Пока-пока, до новых встреч.